На самом деле обычно это не так. И первая задача, я здесь хочу рассказать о нескольких темах. Задача управляемости. Задача управляемости это попытаться понять, не решая уравнений, куда вообще мы можем попасть. Мы можем попасть из любого состояния в любое другое. Не занимаясь, разумеется, решением этих уравнений. Это сейчас не автономность, сколько с каким угодно будет темп. По структуре просто взаимодействует их право частей. Вторая задача, это задача оптимального управления. Мы уже знаем, что мы можем попасть туда, как это сделать, минимизируя какой-то функционал. В этом случае обычно нам надо какие-то свойства требовать дополнительно, в зависимости от того, потому что понятно, что в какой стати кусочный постоянный управление не обязано быть оптимальным. Но, может быть, чем больше мы переключаемся, тем лучше и предельнее значение какой-то будет общий управление. Потом я еще расскажу про кривизну. Телевизор выкручится через 5 минут. Надо продолжать, ну что ли. Так, это вы не туда нажимаете, я думаю, вот так, хорошо. Теперь не выкручится. Так, и да, ну вот я начинаю с управляемости. Значит, это промутативная ситуация. Ну вот давайте рассмотрим очень простой пример, который называется унициклом. Трехмерные задачи. Значит, ситуация такая. Уницикл, но это даже используется как такая простенькая модель машины или даже иногда самолета. В вполне практических целях. Простенькая задача. Задача у нас здесь трехмерная. Пространство состояния. Это точка на плоскости и угол. Это вектор. Наше пространство состояния – это множество просто векторов на плоскости. На векторах не в нуле, а в любой точке, свободных векторах. Это вот тот самый уницикл или машина. Вот оно расположено. Уницикл – это одно колесико, цирковое. Точно это модель уницикла. Но очень приближенная модель, можно рассматриваться как машина. Значит, параметры у нас точка и направление, в которое смотрит эта машина или уницикл. Вот. И что мы можем с ним делать? У нас два векторных поля, две динамики, как это здесь изображено. Первое – мы просто ворочаемся на месте. Вот такая динамика. Это вот она. Вот тут все есть. Я пишу уже не поля, а прямо как она ворочается. А второе – это мы можем двигаться в то направление, в котором мы и стоим. А задача понятна трехмерная, потому что есть точка и направление. Запрещенное движение, просто эта задача, она простая, но это то, что мы видим каждый день при параллельной парковке. Запрещенное движение – это вот такое, параллельная парковка нашей машины. Непосредственно мы не можем это сделать. Вопрос вне земли. Можем так и поворачивать. Вот. И тем не менее мы знаем, вот у нас два поля. Мы прекрасно понимаем, что переключаясь как положено, мы можем эту параллельную парковку сделать. И даже в узком месте. Если мы часто переключаем, то мы каждый день наблюдаем. Это вот очень простая вещь, которая между тем символизирует, символически представляет очень общее свойство. Дело в том, почему мы можем это сделать и, так сказать, диагноз. Потому что, ну вот я покажу, как мы можем это сделать. Вот. Если мы сначала используем одно поле, потом второе, потом первое в обратную сторону и второе в обратную сторону. Получается ровно параллельная парковка. Здесь, ну просто потому, что эти два поля не коммутируют. Это имеет очень большое значение, какой включать вперед сначала, а какой потом. Если я сначала поверну, потом, так сказать, пойду, это совершенно не то же самое, что если вперед, я сначала пойду, а потом поверну. И вот таким образом мы можем это делать. И это, на самом деле, абсолютно универсальная ситуация и универсальный прием. Какие угодно можно взять правые части, векторные поля. Векторные поля просто правые части этих дифференциальных уравнений. И если мы сначала применим одну динамику, это абсолютнейшая классика, потом вторую. Потом будем пятиться с помощью первой и пятиться с помощью второй, то мы, вообще говоря, не вернемся. Если они перестановочные, то мы вернемся. Потому что идти вперед и пятятся, это, так сказать, то же самое, что стоит на месте. А так мы не вернемся. В первом порядке мы, тем не менее, если мы начнем от расклада, то первый член исчезает. Потому что первый член линейно зависит от F. Разложение траектории, это просто F. А сложение у нас как раз представляется всегда, коммутированное. А вот следующая часть. Нет, не надо выключаться. Чтобы выключенном, нажмите любую кнопку. Так, это сам уйдет, хорошо. Значит, во втором члене, мы можем передвинуться в сторону, в этот коммутатор или скоб Калий, называется векторный поле F1, который совершенно явно считается. А поля можно, Андрей Александрович, написать просто в явное видео? Нет, вот эти, вот эти, вот примерку. Ну, я напишу, это 100 же точка равняется единице, x точка равняется. Ну, ну, правильно, а тут было бы здесь, где писать, да. Вот здесь прям. Первое поле, оно вот такое. А тут как это? Ну, давайте так. x1 с точкой равняется косинус тета, x2 с точкой равняется синус тета. Это одно поле, тета с точкой равно нулю. Это F1, а F2, я еще с этими полями буду всякие другие примеры приводить. Значит, x с точкой равно нулю. А вот это с точкой равно 1. Вот два поля, пожалуйста. Очень простые. Да. Значит, для этих конкретно полей здесь даже не будет никакого вот этого. Ну, прям точно все вычисляется. Ну вот, но это абсолютно универсально для любой размерности, для любых вообще полей. Причем, это легко явно посчитать через производную, первую производную F1, F2. То есть мы можем двигаться еще, если мы можем двигаться в направлении F1, F2, то в принципе мы можем двигаться и в направлении, примерно в направлении F1, F2. При малых как раз T, если мы быстро все это устраиваем, как в парковке ровно, то мы движемся куда нам надо, в узком месте. Но медленно. Это мы тоже отлично знаем. Блата, то, что мы движемся значительно медленней. Нам тратим время T, чтобы нам продвинуться на расстояние T квадров. Вот, но тем не менее мы движемся. За счет более, так сказать, ресурсов у нас мало, но за счет хитрообной стратегии, ну и очень хитрообной в данном случае, мы тем не менее можем компенсировать недостаток ресурсов. Теряем, правда ли? Вот, хорошо. Вот похожую задачу можно рассмотреть чуть более интереснее. Получается на та же машинка, тот же уницикл, но не на плоскости, а на искривленной поверхности. Некий ландшафт есть. Если некий ландшафт. Устроено все так. Одно поле. Теперь пространство состояния. Теперь это что? Мы берем касательные. Значит, представляем поверхность, по которой наш уницикл, там или машинка передвигается. Есть там, где он стоит, есть машина, ну скажем, водитель стоит и следит, и центр тяжести машины, есть направление. Направление – это касательный вектор поверхности фиксированной длины. То есть пространство состояния трехмерное, то, что называется ферическим расслоением к этой поверхности. Все касательные векторы единичной длины. Вот. Поля, грубо говоря, те же самые. Но одно поле – это просто то же самое пол. Потому что у нас касательная плоскость – это плоскость, и мы можем в ней вращать. И первое поле точно такое же, мы вращаем. Второе поле по прямой мы здесь ехать не можем. Но мы можем ехать по геодезнической, по кратчайшему пути. Я напомню, как это, грубо говоря, кривая, которая... Если поймем по прямой, то просто улетим с поверхности, что нельзя. А на поверхности – это самое приближенное к прямой. Так сказать, если бы мы двигались по прямой, это означало бы, что вторая производная равна нулю. И это мы не можем, потому что мы улетим с поверхности. Но мы можем, и если скорость задана в данный момент, то есть единственная кривая такая, что у нее все время вторая производная ускорения ортогонально поверхности. Если бы мы были плоской, то вторая производная ортогонально этой поверхности. Вот. И это как раз и значит геодезическое. Теперь давайте, значит, то же самое проделаем, что раньше. И мы, катая наш олицикл, мы найдем кривизну поверхности сейчас довольно скоро. Но для этого нам придется посчитать следующий коммутатор, итерированный коммутатор. Вот. Значит, как и раньше, если мы возьмем коммутатор F1, F2, то это будет параллельная парковка. Тут тоже надо понять, что значит параллельно в смысле этой поверхности. Параллельная парковка, это, так сказать, мы движемся, двигаться параллельно. Здесь это означает, что скорость, ну параллельно, здесь у нас есть вектор, в районе тоже движется вектор. На плоскости, так сказать, параллельно двигаться, значит, ну, в общем, это параллельный перенос, в смысле, скорость этого вектора должна выйти на ортогональной поверхности. Значит, ну это достаточно понятно, что это такое, во всяком случае. И на плоскости, если теперь мы рассмотрим следующий коммутатор, ведь ситуация такая. Если мы можем примерно двигаться по коммутатору, то можем считать, что направление коммутатора, что это направление в наших руках. И мы можем это новое направление коммутировать с другими, которые у нас есть. Мы можем итерировать эту ситуацию, и движемся по итерированному коммутатору. Мы движемся все медленнее и медленнее, но завоевываем все больше и больше направлений. Но в данном случае, если задача трехмерная, как наша задача трехмерная, у нас уже есть три векторных поля, которые все абсолютно направлены. Есть поворот, есть движение по геодетической, есть движение параллельной парковки, их три, больше нет. Значит, если мы начнем коммутировать, например, здесь вот G это параллельная парковка, F2 это движение вперед, на плоскости они коммутируют, вот это вот движение вперед, вот параллельная парковка. Коммутатор уже ноль. А на поверхности кривой он не ноль, вообще говоря, не описано, что он должен быть ноль. Он не ноль, но он так или иначе есть линейная комбинация уже готовых полей, потому что они дают все направления. В данном случае эта линейная комбинация выглядит вот так. Это чистый поворот с коэффициентом. То есть, если мы проделаем ту же операцию для коммутатора, то мы вернемся во втором порядке, вернемся в ту же точку, но повернутые, но повернутые. Вот, если мы проделаем вот эту операцию, так сказать, вперед, параллельно, назад, параллельно, назад. Мы повернемся просто, да, и коэффициент будет кривизна поверхности. Таким образом, катая это колесико, мы восстанавливаем здесь геометрию поверхности. Но, если мы рассматриваем общую задачу, то дополнительные коммутирования дают новые направления, линейно независимыми от предыдущих. И вот дальше я сформулирую первую такую общую, замечательную теорему в этой науке. Теорема Рашевского и Чома, она доказана еще в 33 годы. О том, что, если, итерируя коммутаторы, очень общая теорема у любого множества индексов, конечная, бесконечная, неважно. Коммутерировая все, 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 все коммутаторы, линейная оболочка всех коммутаторов, дважды, трижды и так далее взятых, называется лиевская оболочка этого семейства полей. Потому, что коммутаторы это еще скобки ли называются, значит, итерируя скобки лиевской оболочкой. Теорема Рашевского и Чома говорит, что если это лиевская оболочка, вот, если лиевская оболочка всего, то мы уже себе представляем, что очень медленно, но мы можем двигаться в любом направлении. Так очень хитро, так сказать, манипулирует. Каждый коммутатор уже, это некая комбинация движений, а потом мы уже рассматриваем эту комбинацию как единый блок, да, чтобы получать следующий коммутатор. Мы движемся в каком-то направлении, это единый блок. И этот блок уже несколько раз применяем взад и вперед. Мы уже представляем себе, что мы можем примерно двигаться очень медленно куда угодно. Но теорема говорит, что не только примерно, а мы можем точно попасть куда угодно. Вообще в любую точку просто точно попасть, это хорошим запасом. То есть так, что можно найти такие управления, что в действительности малые возмущения параметров стратегию не разрушают. Можно ли найти легко управление, которое при возмущении параметров надо только мало возмутить наше уши, чтобы покрыть то же самое. Это вполне устойчивая конструкция, несмотря на, казалось бы, такое деликатное движение. Правда, этот метод, который я предложил двигаться, он крайне неэффективный, движемся мы медленно. И поэтому возникает вопрос, нельзя ли двигаться побыстрее, просто найти оптимальное движение. И тут есть красивая теория, богатая, и это тема, к которой я сейчас перехожу, оптимальное управление. Начну я, я не буду здесь, в виду, так сказать, стиль этой лекции, я не буду никаких общих теорий приводить, я приведу просто примеры. Иначе это будет, ну, можно смотреть учебник, плавно признать наш с Юрой Сачковым учебник, геометрическая теория управления, все, заказательства, как следует. Ну, читать его труднее, конечно, чем слушать такую лекцию. Вот. Значит, вот давайте повайбозимся с теми же самыми векторными полями. Только наоборот у меня было, я виноват. Значит, это у меня было F2, это F2, а это вот F1. F1 у меня было вращение, ну, так у меня лучше знаки были, а F2 вот это будет. Вот, значит, первую задачу, которую я рассмотрю, и система, вот такую систему. Значит, если мы хотим двигаться оптимально, уже нам нужно не только кусочно-постоянное управление, иначе просто оптимальных траекторий, скорее всего, не будет. Оптимально, это мы время минимизируем. Оптимально в разном, я буду рассматривать разные функционалы, в этой задаче два функционала, одно время, другое квадратичный функционал. Чтобы говорить, что такое оптимально, нужно ввести какую-то цену, да, что лучше, что меньше. Ну, кроме того, и поскольку мы хотим строить действительно оптимальные траектории, нам нужно, я об этом здесь не говорю, но для существования, есть общая теорема существования оптимальных траекторий, для этого нужно, чтобы правая часть была, принимала выпуклые значения. Потому что это достаточно понятно. Если мы движемся по одному полю и по другому, и очень часто переключаемся, очень часто, чаще и чаще и чаще, то мы движемся фактически по их выпуклой комбинации, да. Это совершенно понятно. Даже на первой картинке было видно, где я давал два поля. Фактически по выпуклой комбинации. Если мы хотим что-то найти оптимальное, как искать оптимальное? Мы берем минимизирующую последовательность, которая всегда есть, и пытаемся написать какие-то уравнения, которым должен быть ее предел. Вот. Но чтобы предел был, нам надо, чтобы выпуклые... Значит, если мы очень часто переключаемся, то в пределе мы просто будем двигаться все время по предвидельной траектории это движение по выпуклой комбинации. По выпуклой комбинации. Это называется релаксация, там, в теории управления других наук. Надо овыпуклить задачу. Надо... То есть, если мы... Вот у нас было F1, а если мы возьмем... Возьмем выпуклую комбинацию, ну здесь я беру, так сказать... Короче говоря, если у нас множество скоростей в каждой точке не выпукло, то его надо выпуклить, потому что мы можем равномерно приблизить движение по любой выпуклой комбинации. Как пополнение такое, как перейти от рациональных чисел к вещественным. Мы все равно можем сколько угодно все приблизить. А если мы уже разрешим выпуклые, если правая часть выпуклая, то тогда множество достижимости при разумных условиях будет замкнутым, и множество допустимых траекторий будет замкнутым на данный отрезок, и мы можем переходить спокойно к пределу. Это более-менее та же, так сказать, идеология, как переход от рациональных чисел к веществам, ничего больше. Пополнение такой задачи. Поэтому для того, чтобы нужно было переходить к пределу, в данном случае мы рассматриваем вот такую задачу, где ум – это просто вещественный параметр, и тогда это допустимые траектории здесь, траектории этой системы, они имеют очень простую и понятную геометрическую интерпретацию. С одной стороны, это машинка, другой стороны, это просто, просто смотрите, что получается. f2 – это, значит, если мы посмотрим сюда, то u – это просто кривизна кривой на плоскости. f2 по модулю равно 1, это ее скорость, так она и была. f2 – это скорость нашей кривой, а f1 – это вторая производная. Мы параметризованы длиной дуги, скорость всегда единичная, это ее направление, а производная – это направление, это и есть кривизна. в данном случае кривизна, допустимые траектории здесь, они трехмерные, но они прекрасно описываются двумерными кривыми. Это любые параметризованные длиной дуги двумерные кривые, а угол – это просто касательное направление скорости. И здесь можно рассматривать, мы рассматриваем две разные задачи. Одна задача Маркова Дубенса, когда просто эта кривизна, разумная для управления вполне задача, когда у нашего управляющего проекта он ограничен. у нас есть кривые, кривые с ограниченной кривизной, и что мы хотим здесь минимизировать, мы минимизируем длину кривой просто, или время, это здесь то же самое, что длина, что время, поскольку скорость единичная, вот. Мы, значит, сам минимизируем длину. Эта задача, значит, впервые рассматривалась Марковом, именно в такой постановке, и еще там незапамятные времена, наверное, в середине 19 века, еще молодым Марковым, и в связи тогда в России очень много строили железных дорог, это все быстро развелось, и в связи с как раз железнодорожным строительством, так сказать, модифировка была такая, вот у нас есть место для станций, для двух станций, это касательный вектор здесь, и касательный вектор тут, и мы хотим понять, как лучше проложить рельсы, чтобы путь был покороче, при этом, понятно, поезд не может поворачивать быстрее, больше чем определенный угол, вот это ограничение есть. А гораздо позже, уже в середине 20 века, я это рассматривал Дубинс, и в западной литературе обычно это называется «машина Дубинса», именно как модель, упрощенная модель машинки, это американский инженер Дубинс, ну вот это я называю задачей Маркова Дубинса, и здесь можно найти решение все полностью, а просто приведу эти решения. Значит, оптимальными траекториями здесь являются такие кривые, состоящие из окружности, то есть мы всегда должны либо поворачивать с максимальным радиусом, то есть максимальной кривизной, возможно либо двигаться по прямой, но далеко не все комбинации этих прямых окружностей могут быть оптимальными, есть, ну тут вообще в этой науке есть такой молоток, такой мощный метод, который я не буду здесь описывать, для него слишком много времени, принцип максимум Пантрягенов, который выделяет узкий класс возможных траекторий, и здесь этот класс не все необходимы условия оптимальности, не все траектории оптимальности, но их уже мало по количеству параметров, их уже по размерности, их уже минимальное количество, для того чтобы соединить обе. Обычно в этой вообще деятельности ситуация такая, когда мы решаем конкретную задачу, вроде бы у нас есть начальная точка и конечная, но как и в случае управляемости, мы не так решаем задачу, мы хотим, мы сначала ищем закон, которому могут, закон, которому должны удовлетворить, поэтому это удобно для рекомендации, кстати, инженерам и другим прикладникам, которому должны удовлетворять оптимальные траектории, независимо от начальной и конечной точки, этот закон просто из структуры самой задачи, динамики, управляемые системы и функционалы, для любых кривых условий. Это главное. Описать класс кривых, сначала у нас огромное количество возможных управлений, какие угодно функции, а мы выделяем некие правила, каким правилом должно быть удовлетворять оптимальный траектор. А дальше, для конкретных кривых условий, это как раз задача скорее инженеров отобрать уже из узкого класса, это можно сделать и, так сказать, программу компьютерную, из узкого класса кривых отобрать оптимальную для каждого начального и конечного условий. Вот закон этот, который возникает из принципа максимум, то есть, если мы оптимали, мы независимо от начального и конечного условий отобряем некоторым соотношением. Задача управленности мы рассмотрим в общем-то в том же стиле. У нас есть правая часть, и если у нас много коммутаторов линейно-независимых, то мы можем из какой угодно точки в какую угодно попасть. Значит, терема существования есть, которую я упустил, например, сказал, говорит о том, что если у нас множество допустимых скоростей выпуклое, то терема Филиппова, то для любых двух точек, которые мы можем соединить допустимым кривым, мы можем допустить оптимальным. Это может быть выпуклое, и функционал разумный, ну типа бремени или энергии какой-то. Вот, здесь, значит, получается решение красиво. У нас может быть прямой кусок, но тогда есть только один кусок окружности до прямого, до прямого линейного отрезка и после прямой линейного отрезка, и когда у нас начальная и конечная точка далеко, то оптимальная траектория именно до Пи. Другой вариант, вообще нет прямолинейных кусков, все состоит из кусков окружности, но тогда окружности, так сказать, угол, часть окружности, угол между соседними переключениями всегда больше Пи, вот как это здесь, как ни странно, только такие могут быть, и более того, он одинаковый, если мы возьмем одну траекторию, то есть такая периодичность здесь. Угол между соседними переключениями одинаковый, и больше Пи, то есть они выглядят так. Отсюда уже видно, что больше трех переключений в оптимальном быть не может, это то, что угодно реальность принципа общего контроля. Больше трех переключений быть не может, потому что, если есть больше трех, как здесь четыре, то тогда можно сократить путь. Это локально оптимальный, но глобально не оптимальный. Это максимум условий локально оптимальный. Давайте рассмотрим другой вариант, который тоже есть, очень красивый, дает ответ. Теперь мы кривизну не ограничиваем, а минимизируем энергию, как бы мы тоже хотим попасть из одной точки в другую, минимизируем затраченную энергию. у интеграла у квадрат. Это действительно будет, это, так сказать, для машины вполне разумная задача. Теперь мы хотим не кратчайшим путем, не в минимальное время, а за данное, за заданное время, по расписанию попасть из точки в точку, подешевле. Другой вариант задачи. Здесь не надо ограничивать управление. Понятно, что если бы мы не ограничивали управление в задачи о времени, то мы бы попали мгновенно, так сказать. В общем, не было бы у нас просто оптимальной траектории. Вот. А здесь, это задача Эйлера об эластиках, потому что эту кривую нашу можно интерпретировать как положение равновесия. Вот я привёз даже с собой, у меня есть наглядные пособия, но я их забыл. И, так сказать, упругого стержня. Если вы себе представьте упругий стержень, линейку, вы зажимаете один конец в другой, чтобы задать направление касательное, да? А кривая, это просто положение, это равновесие этого стержня, это будет некая кривая, которая есть критическая точка, ну, локальный даже минимум, энергия. А энергия выписывается в этой задаче, именно как интеграл от квадрата кривизны. Энергия такого. Вот. То есть, минимум энергии, я эту задачу рассматривал еще Эйлер, больше 300 лет назад, и нашёл кривые, которые можно по-разному, называются они эластики, именно по этому поводу. И вот наши задачи, они как раз оптимальны, и надо искать среди этих эластик. И их можно по-разному характеризовать, но вот есть чисто геометрическая красивая характеризация, такое наблюдение Эйлера, по-моему, его нет. Вот. Это, по-моему, Володя Закалюкин так обратил внимание, что можно характеризовать вот так, что кривизна есть линейная функция от координат. Это кривые, такие эластики, такие кривые, у которых в каждой точке кривизна есть линейная функция от координат. Вот это одна из их характеризаций, но довольно красивая, потому что мы можем рассматривать иерархию кривой. На следующем слайде картинка, это просто страница из статьи Эйлера, где разные типы эластик, и среди них есть вот очень важное для управления. Есть периодические, есть окружность, ну понятно, постоянная кривизна, это тоже эластика, это окружность, но есть и другая, более важная для управления. Остальные не периодические, но вот он представляет этот стержень, у него положение равновесия атаки. Не все эти устойчивы, это вот уже не устойчиво, у этого стержень не делают. Равно крайне не минимально, но тоже экстремально. Вот. И... Ну да. Ну вот здесь действительно получается такая красивая иерархия кривыха, в принципе можно продолжить, но дальше, по-моему, мало что исследовано. Трудно описать, что, например, есть, так сказать, если у нас кривизна просто нулевая, это прямая, если кривизна константа, многочлен нулевой степени, это окружность, если кривая линейная, кривизна линейная, это вот эластика, а если по линому, вот уже не квадратный, наверное тоже не квадратный, можно исследовать, что-то будет довольно красивое. Но описать их намного труднее. Так, хорошо. Чуть-то я сразу два помню. Да. Значит, вот я рассмотрел эти две задачи на произведение R2 и S1. Если подумать, здесь больше геометрии, чем я рассказал, здесь чуть-чуть не элементарная геометрия. Это, да, это задача инвариантно относительно сдвигов и вращения плоскости. Да, если мы всю картину и начальное, и конечное условие, и вообще все уравнения, можно одновременно, ну, она по самой постановке так. Мы можем все транслировать, и мы можем все повернуть, и ничего не изменится. Все, что я сказал, у нас с точностью до поворота и сдвигов устроено. Вот. В отношениях с сдвигов и вращением, и вот эту окружность здесь разумно интерпретировать как раз как группу просто вращений, да. Вот. И саму задачу, сама трехмерная задача, эти наши векторы, сделанные в какой угодно точке, можно интерпретировать как группу. Каждый такой вектор нам дает, так сказать, изометрию плоскости, преобразование плоскости, сохраняющую, сохраняющую длину, да. Мы просто берем вектор, пределанный к нулю, в нуле, и к горизонтальной, переводим в этот вектор, это нам однозначно задает движение, группы движений, группы движений плоскости. И задача фактически на группе движений плоскости инвариантная относительно виды. Ну вот, а если мы немножко повысим ставки, рассматриваем еще одно наградное пособие, тут бы просто яблоко, чтобы любой шарик, примерно шарик, пригодился бы. Вот, задачу уже большей размерности, определенную на, на, произведение плоскости, и группы вращений, это группы вращений, пространства трехмерного. Значит, пространство состояний, это, это просто, половина, вот у нас есть шар, шар, ну, в котором какой-то рисунок есть, например, крест нарисован, чтобы, понятно была его ориентация, шар, который лежит на плоскости. Вот, состояние, это шар, лежащий на плоскости, в определенной ориентации, да, то есть, состояние, это точка, раньше у нас была точка, и угол, а теперь точка, и, и, и ориентированный шар, да, то есть, репер такой, трехмерный. Вот, это уже пятимерное пространство, потому что ориентация шара, это трехмерная. Вот, очень похожая на ту, но, но, вот эта часть, кроме плоскости, ориентация здесь пощитрее, это не просто угол, а, такая трехмерная группа. Вот, и здесь есть очень естественная, задача, вот тут нарисована траектория, допустимая, которую тоже, естественно, трудно написать векторные поля, но я не буду этого делать, это, это, когда допускается этот шар катать по плоскости, но без проскальзывания и прокручивания, да, ну, это примерно, вот так вот, вот здесь у нас шар, и мы его катим, приложив сверху руку, мы его катим, да, либо, либо катим, то есть, он не скользит, и, угловая скорость вращения всегда, всегда горизонтальная, вот, значит, либо мы его катим, например, просто наклоняя стол, вот если мы наклоняя стол, его катаем, это то же самое, вот, тоже можно рассматривать на поверхность, в тазу мы его катаем, ну, я смотрю здесь на плоскости, вот, и эта задача в работе, кстати, возникла, потому что манипулятор, это удобно для, для работы с манипулятором, который берет, его перетаскивает, поставлено, собственно, инженерами из работики, вот здесь, значит, получается, вот такое, состояние здесь, есть эта точка на плоскости, где наш шар касается, и его ориентации, и задача пятимерная уже, и нам надо попасть из одного состояния в другое, кратчайшим путем, длина считается просто кривой на плоскости, значит, если мы хотим пропасть просто из точки в точку кратчайшим путем, мы катим, понятно, по прямой, но мы хотим попасть в точку в нужной ориентации, дополнительное ограничение в нужной ориентации, это можно сделать, что легко находится просто при подсчете скобок, задачу можно записать, понятно, что по самой постановке, что у нас здесь, ну, если мы нарисуем кривую на плоскости, то мы только единственным способом можем прокатить, как и раньше, допустимая кривая, траектория восстанавливается по кривой на плоскости, то есть любой кривой прокатить можно, и единственным путем, вот, поэтому задача получается устроена вот таким образом, значит, у нас есть два управления, два управления, это просто скорость первой координаты на плоскость, и скорость второй координат, x точка, x от t, x от t, здесь это кривая на плоскость, x от t, q, где у абсолютно производная функция, а все вместе q это пара, q это, так сказать, у нас пара x и ориентация все вместе, получается вот, можно записать таким вот образом, и требуется минимизировать длину, это пример, пример, задачи, такой, вот сейчас я расскажу, значит, это пример, то, что называется, сугримоновые задачи, сейчас я это, значит, требуется минимизировать длину, иначе, теперь пространство состояния у нас пятими, вот не даром все-таки началось многообразие, потому что здесь уже, все-таки пространство состояний, даже раньше это была плоскость на окружность, а здесь плоскость уже на такую, на группу матриц, которая проективная, на самом деле, типологическое проективное пространство. Вот, и, да, значит, ну вот, значит, пятимерное пространство, у нас есть двумерные, два поля, линейные комбинации любые здесь допустимы, то есть, в касательном пространстве у нас есть такая плоскость, которая в каждой точке своя, разрешается двигаться только вдоль кривых в этом пятимерном пространстве, которые касаются в каждый момент этой плоскости, так что скорость есть линейная комбинация вот этих двух. И мы хотим найти, найти кратчайший путь. Вот я уже описал этот класс большой задач, потому что многообразие могут быть какое угодно, там, размерность какая угодно, здесь тоже может быть любое число полей, интересный случай, когда их меньше, чем размерность многообразия, и, значит, можно назвать просто кратчайшую длину, можно назвать расстоянием. Вот этот инфимум можно назвать расстоянием, так вот специально, потому что это удовлетворяет всем свойство расстояния. Понятно, поскольку у нас знак, мы здесь никаких ограничений на умы не даем, мы можем двигаться как вперед, так назад, что расстояние от Q0 до Q1 это то же самое, что до Q1 до Q0, и по самой постановке задачи унираются треугольника тоже есть, потому что, ну, понятно, что если мы можем соединить две точки, одной кривой, третью точку, значит, из одной прийти в другую, с другой в третью какой-то кривой, то мы можем их соединить просто по одной, потом по другой, и длина будет суммы длины, да, она уже не будет вообще говоря минимальной, поэтому получается не разница треугольника. Это, это такая метрика, похожая вот на Римманову метрику, в Риммановой метрике мы все то же самое, но только любые, любые кривые допустимы, любые кривые допустимы, а с Риммановой вот и не другие, такая метрика называется, давайте двинемся дальше, вот здесь я написал общую абсолютно задачу, любую размерность и многообразие, любое количество полей, вот, и это расстояние, оно называется, есть такое красивое название, как в пространстве метрика Корно-Каратадуэ, придумал это название, насколько я понимаю, Громов, вот, Корно здесь, потому что, на самом деле, картина такая, это, Каратадуэ первый рассматривал очень специальный случай таких метрик, трехнервных задачах, и его мотивирован он был термодинамиком, циклом, циклом Корно, там есть связь, вот, и, ну, на самом деле, конечно, первый стал рассматривать именно Каратадуэ, а Громов, я так понимаю, решил для, для равновесия Франко, тем более, сам он во Франции живет, работает, Франко, немецкого, назвать его Корно, и Корно, конечно, не подозревал об этой метрике, самое интересное, что очень важный класс этих, очень скоро стали называть, просто, этих метрик группами, Корно, потому что, так сказать, французы сказали, что Корно-Каратадуэ, когда Корно был на 100 лет раньше, Коратадуэ, в общем, это всегда деликатный, как назвать, это всегда очень деликатный, и, как говорил Арнольд, даже вот аксиома такой он, что ничто не называется именем своего, своего изобретания. Ну, здесь тоже такая забавная история есть. Да, ну вот, давайте рассмотрим, да, значит, я приведу примеры, потом, ну да, потом, еще другие примеры таких метрик, вот самая первая, очень простая, очень популярная метрика такого типа, задача такого типа, трехмерная, трехмерная тоже, с двумерным управлением, это минимальная размерность, какая может быть, потому что если у нас, я хочу, чтобы множество управления, размерность управления было меньше, чем размерность пространства состояния, тогда управления должно быть хотя бы два, если у нас только одно векторное поле, то оно само собой коммутирует, мы не можем куда угодно попасть, значит, размерность пространства должна быть три, вот минимальная задача Дидоны, уравнения здесь вот такие получаются, и, так сказать, третья, ну, опять-таки, какие угодно плоские кривые, а третья координата, вот так скажем, выберем плоскую кривую, соединяем концы отрезком, и читаем площадь, вот, собственно, третья координата, вот то, что написано здесь, это оно и есть, поэтому это задача Дидоны, задача у нас минимизировать длину, при сохранении площади, ну, оригинальная задача Дидона, это максимизировать площадь, при сохранении длины, ну, это эквивалентная вещь, мы минимизируем длину, при сохранении площади, вот, но площадь здесь, правда, со знаком, в зависимости от ориентации, если кривая такая, в зависимости от того, как края ориентированы, вот тут это нарисовано, такая площадь со знаком, возникает, Ну понятно, что треть координата может иметь оба знака. Вот другая задача касается, задачи интерполяции с теми самыми, которые в самом начале у меня были поля F1 и F2. Вот эти задачи интерполяции, значит просто найти кривую, очень естественная задача, довольно хорошо изучена тоже, найти кривую, которая имеет заданное начальное условие, конечные условия, и мы хотим найти кривую, наилучшую, соединяющую их, притом наилучшую, что-то вроде сплайнов, но разница в том, что сплайнов мы имеем дело с графиками функций, а здесь мы хотим найти кривую такую, чтобы вся эта задача была при сдвигах и вращениях была, ничего не менялось, цена должна быть такая, чтобы при вот эти оба поля, они у нас так устроены, при сдвигах и вращениях была та же самая кривая, направление не важно, важно только взаимное расположение этих самых, это расстояние, взаимная разница между углами, начальных и исходных, вот, ну, можно много других примеров приводить, я, это трехмерная задача, естественно, я потом поговорю скоро про задачу общую трехмерную, такого типа, современную, теперь, вернувшись с, к общей самой задаче, значит, все это устроено так, мы сначала, по аналогии с тем, как это происходит в ремонтной, в классической геометрии, мы определяем, сначала геодезический, для них есть уравнение, примеры геодезических я приводил, например, эти вот эластики, я приведу еще задачи Дидоны, очень простые, они геодезические, но геодезические это такие кривые, как я говорю, это описать геодезическое, это вот это описать правило, которому должно быть определять оптимальное проведение, такой симметричной задачи, как с Угримонова, симметричность заключается в том, что вот эти, у нас правая часть просто линейно зависит от у, и они свободны, обычно эти геодезические, короткие куски их, действительно оптимальны, то есть геодезические, чтобы описать правило, устроено так, что мы можем сколько угодно продолжать или кривую, удовлетворяя этому правилу, как скажем, эластику, вот, то есть есть некий набор кривых, они геодезические, если для достаточно близких точек между ними, это действительно оптимальный путь, ну, например, обычные геодезические, так сказать, на поверхности, это тоже частный случай, например, на сфере геодезические это дуги больших кругов, да, если мы возьмем короткую дугу, это действительно кратчайший путь, а если мы возьмем дугу, которая уже прошла через пояс, это уже не будет кратчайший путь, то есть короткие куски кратчайшие, а длинные нет, и другая важная задача, которая приводит к красивой геометрии, полезной, это понять, если мы уже знаем, как устроены геодезические, где их резать, до какого момента она будет оптимальная, и вот в этой, не всегда так, но вот в этой достаточно симметричном классе задач, уже очень богатом, эта оптимальность может нарушиться только двумя способами, если есть две геодезические одинаковые длину, соединяющие одни и те же точки, то после такой, продолжать ее уже нельзя, после этого момента она перестает быть оптимальной, вот есть что-то короче, ну наглядно это понятно, на самом деле все щитрее, но наглядно можно представить себе почему, потому что геодезические у нас кривые достаточно гладкие, а если мы пройдем дальше, то тогда у нас есть уже и не гладкий путь той же длины, эти две метели, потому что они имеют одинаковую длину, мы можем потом идти по гладкой, а можно вот так вот переключиться, это уже не оптимально, тут можно срезать, примерно вот это простое рассуждение, хотя на самом деле все конечно в задачах со связями достаточно хитрее, вот в Риманном случае это ровно такое рассуждение, а в Субрименном нет, потому что в Риманном кривая не определяется только скоростью, это тоже, я об этом поговорю чуть-чуть, это один способ, который может нарушиться оптимальность, глобальная оптимальность, но после этого кривая может оказаться еще локально оптимальной, то есть, при малом возмущении оставаться лучше среди для тех, которые получаются в нем малом возмущении, а второй способ, когда она nodigается, тут в локальном оптималне, это когда мы добираемся до, Когда кривая проходит огибающую, это называется сопряженная точка, огибающую этого семейства. В каком-то смысле это то же самое, что инфинитизимально близкие две уже пересекаются. Тут понятно, это предельный случай того, что было раньше. Там какие-то пересекались, мы могли после этого быть локально, оптимально, глобально уже нет, потому что кто-то есть лучше. А здесь очень близкие уже пересекаются. Ну понятно, что после того, как мы прошли огибающую, вот есть путь покороче, который еще не прошел огибающий. Вот и собственно других путей нет. Нарушение этого самого оптимальности в современной новой задачи. Ну конечно, что-то я, там есть еще интересные сюжеты, не уж совсем так. Есть какие-то такие совсем странные, хитроумные, анормальные, галеретические, которые даже уже и от метрики особенно не зависят, только от ограничений. Но это я в основном все-таки, вот, для большинства вот так все суть. Вот, теперь, теперь, да, значит, и вот, да, теперь давайте продолжим развивать геометрию того, что происходит. Гектор и терминология. Значит, давайте рассмотрим, рассмотрим все геодезические, выходящие из данной точки. И рассмотрим их значения в данный момент, независимо, оптимальные, неоптимальные, просто все геодезически исходящие из данной точки. Их значения в заданный момент времени. Это называется, естественно, волновым фронтом. Я имею в виду, вот, частицы идут по кратчайшим путям. Когда они долго идут, уже не знают, кратчайшим он или нет, они все время стараются, так сказать, двигаться по кратчайшим. Но если они давно шли, может быть, кто-то уже и покороче. Вот это называется волновой фронт. И просто сфера, все точки, которые расположены на расстоянии, значит, до времени R мы движемся, длину R рассматриваем. Значит, параметризованы мы длиной до этого времени R. А сфера – это часть волнового фронта, потому что в сфере участвуют только те, которые все еще минимальные, кратчайшие люди. Которые реально на расстоянии от начальной точки R. Они минимальные уже внутри, уже сидят внутри этого шара. Вот. И теперь мы рассмотрим. Да, и давайте все это дело сначала сделаем для самой простой трехмерной задачи, где все можно нарисовать. Вот той самой задачи Дидоны, где у нас, я напомню, была кривая на плоскости, а третья координата – это просто площадь, площадь, которая получается соединить точки кривой отрезков. Вот она здесь. Значит, все вместе получается спираль. Да, сейчас, это все допустимые кривые. Достаточно понятно, что здесь, собственно, со времен древних греков, понятно, какие здесь экстремалии. Мы знаем прекрасно, что в задачи Дидоны, это первая общевариационная задача на свете, оптимальная траектория – это пуски окружности. Значит, плоские наши кривые – это будут просто пуски окружности, которые можно проделать. А третья координата… Но наша задача, я говорю, такая, что мы соединяем, мы приходим из одной точки в другую, и площадь должна быть заданная, потому что площадь – это просто третья координата в нашем пространстве. Вот, значит, получается, что проекции на плоскость – это окружности, которые можно обходить в сколько угодно раз, а когда мы считаем площадь, у нас получается такая спираль. Мы продолжаем считать эту нашу площадь, получается такая спираль. Эта штука, да, теперь вот смотрите, значит, чтобы описать такие геодезические, и это всегда так, на этом примере все можно увидеть, недостаточно начальной скорости, потому что… Ну, это, в общем-то, мы могли догадаться и раньше, потому что, глядите, у нас мы знаем, если у нас в этом случае все некоммутативно, мы можем попасть из любой точки в любую. Из начальной точки можем попасть в любую. Мы знаем, что мы можем попасть оптимально, это общая теорема Филиппова здесь работает в существовании. Но начальные скорости, то у нас лежат в плоскости, допустимые скорости у нас двумерные, а попасть мы можем в любую точку трехмерного пространства. Начальных скоростей просто не хватает, чтобы нам нужно больше кривых. Значит, здесь, в этой конкретно задаче, задачи геодезические характеризуются начальной скоростью и начальным ускорением. Начальное ускорение, причем тоже горизонтальное, это просто кривизна, кривизна этой самой, хотя мы будем потом ехать вверх, но это только в третьем порядке будет видеть. Начальная скорость и начальным ускорением. Начальное ускорение, это просто, чем оно больше, тем меньше радиус, это обратная величина к радиусу этой окружности, тем круче у нас, так сказать, сильнее скручена эта наша спираль. Вот. Теперь смотрите дальше. Это очень такой понятный, простейший пример, но как часто в математике из простого примера вырастает большая наука. Это всегда так практически, да, вы просто пытаетесь какую-то развить машину, рассмотреть все обобщения, такие, которые сохраняют свойства, или часть свойств этого простого примера. Он всегда у вас в голове, так вся математика устроена. Язык позволяет вам это все расходочек. Ну, так и здесь. Вот. Как, скажем, там спектральная теория из какого-то гармонического осциллятора все вырастает, так и это вырастает из задачи бидон. Вот. И хорошо. Ну да, вот смотрите, что здесь выходит. У нас тут, значит, трехмерное такое семейство, округа этих, могут, смотри, как считать, или если считать современное, но трехмерное семейство этих, или двумерное семейство кривых, чтобы покрыть нам трехмерное пространство. Вот. Но все они вначале касаются исходной точки. Понятно, что они не могут покрыть, так сказать, взаимно однозначно никакую окрестность. Просто вот топологически это невозможно. То есть даже очень короткие могут встречаться, будут пересекаться, будут касаться, будет каустика, все это будет, будут возникать особенности. Значит, ситуация такая, каждая геодезическая, очень короткий путь ее, очень короткий кусок ее, ее оптимальный, но никакой равномерной оценки для этого нет. С другой стороны, есть кое угодно короткие геодезические уже не оптимальные. И понятно, что чем больше кривизна, здесь легко очень видеть, что она оптимальна, пока окружность внизу не сделает полный оборот, пока мы не придем на вертикальную ось. Как только мы попадаем на вертикальную ось, мы уже получаем целое семейство, тут еще есть вращательная симметрия в этой задаче, целое семейство геодезических одной длины, то есть это одновременно и огибающая, и точка Максвелла, все что угодно, она теряет оптимальность. До того она оптимальна, это легко понять. Но если кривая очень крутая, то это происходит очень быстро, на очень малом расстоянии. То есть такая картина, что вот этот волновой фронт устроен хитро. Если даже мы возьмем скоро угодно малое r, все равно только часть волнового фронта, и небольшая часть, будет на сфере. Вот сейчас я дарю картинку волнового фронта. Вот он, здесь естественно он явно выписывается. Вот это волновой фронт, вот это здесь сфера, а это то, что уже внутри. И вот тут под микроскопом это все рассмотрено. В задаче именно дидоны. И эти точки туда, куда наша спираль попадает после одного оборота, эти точки после двух, после трех, но есть еще и огибающая промежуточная, тоже из топологических соображений она должна быть. Вот это вот ребро, это тоже особенность огибающая. Вот такое их бесконечное число, потому что сколько угодно оборотов. Если мы берем R, R может какое угодно, маленькое R, но все равно есть кривые окружности, такие, что они имеют длину R, уже пройдя сколько угодно много раз. Вот это здесь и изображено. Вот так она выглядит сфера. Ну и как я уже сказал, первая сопряженная точка и первая точка Максвелла. Сопряженная это когда нагибающая, точка Максвелла это когда встречаются две одной длины. Здесь это одно и то же из обращательной симметрии. И вот сфера в нашей задаче устроена вот так вот, как я было, как с особенностями здесь. Это сфера в разрезе. Вот. Дальше следующий. Да, дальше. Это в задаче Дидон. Теперь я хочу рассмотреть общую трехмерную задачу, когда какая угодно пара векторных полей, лишь бы они не коммутировали. Коммутатор давал третье направление сразу. На малых расстояниях. На малых расстояниях картина оказывается универсальной при малых радиусах. Вот. Ну, я не хочу весь луновый фронт смотреть, но я хочу посмотреть, как устроена сфера. Что происходит вот с этой... Здесь это одна точка, все сходится в одной точке из-за вращательной симметрии. А если эту симметрию разрушить, из-за какие угодно гелинейные поля, картина будет другая. Вот сейчас я это сделаю. Вот мы смотрим под микроскопом сюда. Я тут вот такую даже анимацию сделал. Что происходит, когда мы разрушаем симметрию? У нас получается... Я потом эту картину поподробнее еще опишу. У нас получается асимптотический такая астроида. И вот эта астроида это огибающие, сопряженные точки. Максвелл, это пересечение с одной длины. Вот она. Вот они. Я подробнее еще про это расскажу. Это отрезки такие. И сейчас я дал картину. Это если мы смотрим срез горизонтальный, то есть, то есть, гривые более-менее одной длины. А это если мы смотрим какие угодно длины. Значит, в задаче дедонной вот тут была вертикальная ось, множество всех точек сопряженных, первых сопряженных точек и первых стратах массы. Там, где нарушается оптимальность. И глобально, и локально одновременно. Значит, если задача общая, то вместо этого возникает вот такая пирамидка, такая двусторонняя пирамидка. Значит, здесь допустимые траектории, допустимые скорости начальные это горизонтальные. Есть специальное направление, которое можно явно вычислить. Такое, что все это касается. Как я говорил, насколько угодно близко к начальной точке уже есть вот эти символярности, эти особенности, где траектории касаются друг друга, огибающие, где они пересекли. Вот Астрад Максвелла, может, разреза точнее, первый первый раз в английском наука с отряженной кончунгой. Первый раз, когда две встречаются одинаковой длины. это ассимптотическая вот такая диагональ у этой астроиды. В горизонтальном сечении это астроиды. И все, кстати, это коэффициенты главные ассимптои этой штуки. Все можно померить, они имеют геометрический смысл, этими скоро займутся, у меня еще есть время. Вот что здесь, ну да, вот так это более-менее получается устроено. Значит, вырастает вот такая картинка из этой вертикальной оси. Ситуация такая, что сначала они две пересекаются, а потом приходят на каустик. Ну ладно, это я потом об этом расскажу. Чтобы описать всю эту структуру, всю эту структуру можно описать все эти коэффициенты, которые, это же асимптотика, там есть качественная картина и есть коэффициенты некие, которые отвечают разные масштабы. Это все можно описать в термине. следующее, я более-менее сказал, как устроено в специальном классе задач, чем занимается оптимальное направление в геометрическом стиле. Теперь я продвинусь немножко, я хочу, опять-таки, как и в случае управляемости, мне хочется разобраться, как все устроено, хотя бы локально, на малых расстояниях, но и часто и на больших, не решая уравнений дифференциальных, а просто считая какие-то там комбинации может быть довольно сложные, как вот коммутаторы отдела производных. Ну, у нас есть хороший пример, есть римманова геометрия, которая этим занимается. Есть такой зверь, как римманова кривизна, довольно сложный тензор, но там ничего кроме производных, некой комбинации из производных, и вот глядя на него можно довольно много сказать о том, как устроена наша геометрия, не решая никаких дифференциальных разнований. Ну, вот я хочу пойти к этой идее кривизны, но, к сожалению, путь, классический путь для учебников по римной геометрии не работает, но работает путь такой наивный, классический путь это такой сначала мы вводим там связанность для вечерин, параллельный перенос канонический который и все и потом нам уже через него все считаем. Значит, на это не работает, потому что просто нету канонического параллельного переноса на все случаи жизни. Я вернулся просто к идее Гаусса, Риммана, исходные, когда никаких параллельных переносов не было, идея гривизна практически восходит к Гауссу, а потом Риммана ее, ну, Гаусс делает для поверхностей в Р3, а Риммана сделал на любой размерности и в своей знаменитой лекции ввел в присутствии Гаусса в годной своей лекции, когда он вступал в должность профессора, он сделал это для любой размерности и в таком бескоординатном виде, по сути дела, идея география там и появилась, у него там это описано словами, но вот, когда это разрабатывал, получается, фактически идея вот та вот, и более-менее восходит к Гауссу, с которого началась дифференциальная геометрия. Какая идея кривизны? Вот смотрите, значит, есть у нас точка А, Б, есть еще точка С, давайте рассмотрим рассмотрим кратчайшие пути, соединяющие А и Б с С, и вот отрицательная кривизна это когда все вот так, а положительная кривизна это когда все вот так. Как это можно сформулировать? Можно сформулировать математически. Значит, мы рассматриваем скорость этих геодезических в точке, где они пересекаются. В кулачке, где они пересекаются и рассматриваем разность скоростей в этой точке, некий вектор. Если, чем меньше эта разность, как здесь видно, тем более, тем отрицательнее наша кривизна. Чем больше разность, тем положительнее. Вот. Вот это вот картина, вот на ней я, от нее мы отталкиваемся. Но теперь нам это как-то надо посчитать все, когда все очень близко альбом, а потом когда очень короткий геодезический у нас получится взять какую-то асинтотику разумную. Важно что? Важно асинтотику, которая всегда есть. Как вы уже поняли из моей картины, все-таки Римману было проще несколько, но этот путь работает, потому что Римманова метрика, ну, квадрат Риммановой метрики, тут мы именно с квадратом имеем дело, как Римман, Римман криминный квадрат, рассматриваем, ничего другого, если вы посмотрите, он гладкий и можно все разлагать в ряд и искать первые значки, когда все очень близко. Он, собственно, этим и занимался. Первый значимый член. Отличие от Евклидовой, как бы, значит, первый, когда мы разлагаем в ряд, он сначала получается Евклидова, а первый отличный, вот он поймал, нет, к сожалению, как мы знаем, уже видели на простейших примерах, так сказать, на малых расстояниях наша метрика никогда не гладкая, супремная, никогда не гладкая. Поэтому с этим действительно было долгое время проблема, что такое кривизна. Ну вот, если, так сказать, подходить, дифференцировать в нужном порядке, то все можно сделать. Конструкция такая. Вот есть у нас геодезическая, вот, есть геодезическая начальная, потом, в нашем случае, как мы понимаем, геодезическая больше, чем в начальных скоростей, поэтому кривизна будет зависеть именно от выбора геодезического. Мы берем геодезическое в точке, получаем такой оператор кривизны, он прямо обобщает секционную кривизну Риммана. В Римманном случае то, что я вычисляю, это будет секционная римманова кривизна в деберном направлении. На поверхности это будет просто гауссовая кривизна поверхности, вот, от которой Римман отталкивался. Значит, для, есть геодезическая и есть какой-то вектор, я беру горизонтальные вектора, иначе не получится нужная асинтотика. Горизонтальные имеются в виду допустимые, которые, они часто называют горизонтальные, которые лежат в допустимых, в плоскости допустимых пропорционных допустимых правилей. Провожу какую угодно кривую касателя, ну, допустимую, конечно, важно, что допустимую кривую, но результат будет зависеть только от касательного вектора. Доберегаю допустимую кривую, маленькую, соединяю ее с точкой на данной геодезической. Это геодезическое замороженное, ас это будет малый параметр вот пути вдоль вдоль этой ортогональной, я говорю, ортогональный вектор, не ортогонального вектора. Соединяю, получаю, получаю, собственно, расстояние, ну вот, да, и считаю разность этих векторов, скоростей, то, что я говорил, разность скоростей. Ну и поехали. Значит, все будет правильно, если сначала мне перейти к пределу по маленькому s при фиксированном t, посчитать вторую производную, вот, значит, а потом перейти к пределу при t, стремящемся к нулю, ну там полюс возникает, даже если двигаться не в ортогональный, а здесь видно, какой полюс второго порядка возникает, поэтому надо перенормировать. И вот таким чудодейственным образом, если посчитать эту вторую производную, а на самом деле у Римана та же сам вторая производная только, это общая формула, она и Римана, она дает настоящую Римана в Украину с двумерным направлением, то она определена хорошо, она имеет предел при, если сначала продифференцировать по этому малому параметру параметру, у нас получается некоторое число здесь вы фиксированы, квадратичная форма по В получается, конечно. Вот, это будет вторая производная в этом направлении, получается здесь квадратичная форма. Вот, а потом устремите это самое сюда, вторую производную посчитать, начало перенормировав, чтобы убрать можно просто разложить в ряд, но тогда будет разложение лорана, а если мы хотим это записать красиво в видеопроизводных, нам сначала умножить на квадратичную и первый значимый член 4.3, чтобы это совпадало с гауссовой секционной грязной, единственный смысл вот такой, это 4.3. Вот, получается, значит, такая штука, которую мы следуем, значит, то, что получается, это какая-то в общем случае рациональная функция, от гамма, от начальных условий гамма, от геродизической, так сказать, но очень сложная, очень сложная, когда структура довольно плохо понята. Вот, давайте рассмотрим, да, префиксированную гаммой это квадратичная форма, понятно, от k это была размерность допустимых пространств допустимых скоростей, мы берем только ортогональные данные, то есть это от k минус 1 одного, квадратичная форма от k минус 1 переменных, вот, а вот от гамма она зависит достаточно сложно, хотя и все-таки некий тензор, если мы эту гамму зададим в начальную скорость, с ускорением, какие данные там нужны для того, чтобы определить что-бы геодезическую, это будет некая рациональная функция, но все-таки рациональная, со знаменателем, давайте, значит, это, ну, трехмерные задачи, как раз, которые я рассматриваю поподробнее здесь, это получается устроено на так, я напомню, что в трехмерной задаче, которой мы занимались, я говорил о примере Дедона, но то же самое и в общей трехмерной задаче, геодезическое зависит от скорости и ускорения, и ускорения, которые скалярные параметры, где-то в данном случае только в этой размерности, в размерности 3, такая, так удачно получилось, это квадратичная форма вот такого вида, да, поскольку, значит, задача у нас трехмерная с двумерным управлением, т.е. k равно 2, k минус 1 это 1, у нас получается квадратичная форма от одной перемен, т.е. число просто, квадрат с коэффициентом, вот это коэффициент, вот, т.е. кривизна в данном случае такая функция от ускорения и начальной скорости геодезической, потому что это паракторы, которые определяют однозначную геодезическую, и она устроена так, это ню квадрат плюс квадратичная форма уже только вот гема с точкой, и глядя на нее, во-первых, можно охарактеризовать полностью задачу Дидона среди всех, это как бы самая симметричная задача, в нашей ситуации надо понимать, что нулевой кривизны вообще быть не может, нулевая кривизна всегда меряет в каком-то смысле от подклонения от евклидовой ситуации, у нас сопряженных точек на вал, чем больше кривизна, тем больше сопряженных точек, у нас сопряженных точек на вал, у нас евклидовая особенность тягучая, она в малых расстояниях у нас не может быть евклидовая ситуация, которая не может быть нулевой, но, так сказать, она самая вырожденная, когда к уровню нулю, вот ню квадрата это никуда не денешь, потому что чем уже, как всегда, чем, чем, как и в обычной геометрии поверхностей, чем больше кривизна, чем быстрее наступают сопряженные точки, вот, и здесь кривизна может быть сколь угодно большой, когда ню большое, когда у нас радиус окружности все меньше, ню это обратное к радиусу окружности, кривизна этой окружности, вот, то быстрее понятно, что кривизна растет, для таких гривизна растет, но если к уровню нулю, а все, что зависит, это нечто, что не зависит от, для всех трехмерных задач одинаково, вот, эта часть, то, что пришло от задачи Дидоны, отличие задачи Дидоны от Евгриидовой, а вот это, то, что здесь содержится, здесь аспецифика задач, как бы задача Дидоны для нас играет ту же роль, что плоская плоскость в геометрии поверхностей, это самый вырожденный, самый симметричный случай, а вот здесь вот содержится все отличие, и мы локальные зоометричные задачи Дидоны тогда и только тогда, когда это равно будет, вот, теперь давайте двигаемся дальше, вот, и, да, и всю вот ту картину которую я нарисовал на малых расстояниях субряженных точек, который же каустикой называют, и стратом Максвелла, все можно прочитать через кривизну, на самом деле, тут я немножко хитрю, потому что прочитать можно, расшифровать можно, но почему я не знаю, это не теорема, что вот если кривизна такая, то каустики устроены так, просто я могу посчитать то и то и сравнить. это экспериментальный факт, асимптотику этих самых этих вот каустик, эти точки собреженные, точек и разрез, я посчитал давным-давно, кривизну гораздо позже, и был очень обрадован, увидев, что все коэффициенты, которые там возникали, они содержатся кривизни, все, все содержится, например, вот тут у нас есть отрезки Максвелла, значит, как у нас устроены пеодезические, когда в тот момент под микроскопом, когда они приходят в плохое направление, они начинают пересекаться и касаться друг друга, они устроены вот так, и сначала они приходят, встречаются, вот они выглядят как прямые, под микроскопом они практически прямые, эти малые отрезки сначала они сталкиваются, сталкиваются вот здесь, это Страт Максвелла, потом они, потом они касаются этой гаустики, ну, вот так это и происходит, потом они сталкиваются снова, потом они сталкиваются снова на втором отрезке, вот, и доказывается, что эти направления, то есть вершинки нашей Астроиды, направления этих отрезков страта Максвелла, это в точности собственное направление вот этой формы Ку, квадратичные формы Ку, ад. скоростей, горизонтальные направления в точность Ску, и причем множество разрезов, то есть это крест, но множество разрезов это только один отрезок из этих крестов, только она первый раз сталкивается, они сначала сталкиваются, потом касаются астроиды, потом снова сталкиваются в другом направлении. Видимый на сфере множество разведок соответствует большему собственному значению вот этой самой формы кум. То есть и направление, и все это считается на кривизне. Потом вся эта астроида симптотически тоже вся если мы ее отрежем на расстоянии ню, это было начальное ускорение, пюню квадрат, то ее радиус на этой высоте будет 2πх, где щ это разность между собственными значениями. Я это рассмотрю в общий случай, когда собственные значения разные. Можно рассмотреть, когда они совпадают, структура будет другая, но тоже описан. Тоже можно описать. Ну и не знаю, уже, наверное, у меня там еще целая длинная тема дальше, но, видимо, уже все-таки все-таки трудно. Все устали. Хватит, наверное, да? Диаметр, асинтетический диаметр астроиды. Ну, может быть, я чуть-чуть скажу еще про эту картинку и на этом закончу, поскольку я другую тему вопроса не буду. Касаться не буду другую тему вообще. Значит, ситуация с этой картинкой такая. Значит, все геодезические начинаются, начинаются, касаются вначале горизонтальной плоскости. Наше распределение это горизонтально. Потом они, первое приближение, они выглядят вроде вот тех спиралей. Когда они приходят к... Это направление, оно тоже специальное, но его можно охарактеризовать. Единственное направление, которое все это касается. Когда они приближаются сюда, значит, порядка длина, длина, когда мы приходим сюда, длина этой геодезической имеет порядок ню, она приходит на высоту ню квадрат, потому что мы движемся в направлении сколов. Она имеет длину ню, порядка ню, два пиню, точнее, это окружность, и член следующий, кубический, член тоже вычисляется, следующий коэффициент вычисляется из кривизны. Это след той квадратичной формы. И для всех направлений он одинаковый, это то, что в картине нет. Вот. Теперь раствор этой астроиды, он имеет порядок куб, то есть длина, длина ню, порядок ню, высота порядка ню квадрата, а раствор расстроен порядка куб. Вот так это все устроено. И первый коэффициент здесь это разница между собственными числами, а направление, как я говорю, направление собственных, то есть кривизна, все знает, это тензор, который, так сказать, дает всю картину, я повторяю, что это, кроме того, она фактически, ну, почти единственный, полный вариант нашей метрики, но я повторяю, что это, связь этой картины с кривизной естественна, но это не теорема, это подсчитано отдельно. Все, спасибо. 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 Продолжение следует...